Всем привет, дорогие друзья! Дорогие телезрители, с вами рубрика «Личность» на первом музыкальном, и мы ее ведущие Джонатан и Давид. А с нами в гостях Ванерша Нагимуша, и будем мы говорить на тему о том, как стать популярным. Здравствуйте, Нагима! Здравствуйте, Джонатан! Джонатан, у вас такое красивое имя! Спасибо вам! Вы стали популярной. Расскажите, как? На самом деле, у меня нет какой-то такой невероятной истории, вот, типа, я собирала по крупинке. На самом деле, все произошло очень быстро, спонтанно. Я никогда не думала, что я стану блогером, ибо я никогда не стремилась к какой-то популярности, может быть. Просто я сама по себе человек очень открытый и очень, наверное, я бы сказала, с неплохим таким чувством юмора. И вот, когда появилась социальная сеть Инстаграм, я всегда выкладывала видеоролики для себя и для своих друзей. Они всегда были, может быть, для обычных людей неадекватными, но всегда я выкладывала это. И так получилось то, что в один день, прекрасно, когда я легла спать, я проснулась и поняла, что подписчиков намного больше, я не поняла, что произошло. Но оказалось то, что мои видеоролики без моего ведома разлетелись по всем крупным новостным пабликам, может быть, пабликам юмористического характера, может быть, не только юмористического. Ну и вот, и тогда я себе задавал вопрос, а вот теперь надо понять, что мне делать. Либо удалить все свои видеоролики, потому что на тот момент они очень сильно меня задели. Когда я заходила на эти новостные паблики и читала комментарии снизу, у меня это очень сильно, этот негатив задел. Я села, поплакала и поняла. Мне сейчас надо решить, либо удалять все вообще, чтобы обо мне забыли, либо продолжать снимать в два раза больше, смешнее и всем назло. Вот, что я и выбрала. Влекательно и интересно. Нагима, расскажите, на чем можно сегодня поймать хайп? Ну, вообще, как говорится, чтобы даже мне с вами испортить диалог, мне нужно будет заговорить с вами либо о религии, либо о политике. А это две темы, которые я никогда не затрагиваю. Но больше всего обсуждение всегда для меня, в первую очередь, под этими темами запретными. На чем-то запретным. Мне так кажется. На данный момент. Почему? Потому что сейчас уже людей ничем не удивить. Вайнеров, как нас называют, видеоблогеров очень много. И людям, наверное, тоже надоело. А вот если появляется какая-то личность более скандальная, более открытая, которая ничего не боится, не высказывать, не боится высказывать свое мнение, имея четкую позицию, этот человек быстрее, мне кажется, хайпует. Да, иногда табу все-таки нужно. Да. Да, согласен. Недавно вы снимались в фильме, как мы знаем. Каковы ваши впечатления от съемок и как вы себя почувствовали в роли актрисы в этом амплуа? Ну, дебютировать фильмы для меня это было очень важно. Очень важно. Потому что, когда я все-таки продолжила снимать, я себе сказала, ну, к чему-то это должно провести, потому что я не буду всю жизнь снимать войны на этом. А если завтра Инстаграм вообще удалят? Вот кому я нужна буду, честно? Вот ни мои, ни подписчики не нужны. Не дай бог, завтра взломают. Кто я без них? Никто. Поэтому я четко понимала, мне нужно решить, кем я буду, как мне дальше двигаться, по какому пути. Я четко понимала, в кино я хочу. И не сказать, что я ходила по всем просто кастингам. Нет. Ни в коем случае. Я не рассылала свои резюме, может быть. Просто так получилось то, что с режиссером, которого я дебютировала, Оскара Бесембина, у нас познакомили. И так получилось то, что я попала к нему в фильм. Я прошла кастинг. Да, это единственный кастинг в моей жизни. Я его прошла и получила роль. Когда я находилась на съемочной площадке, когда у меня не было... Ой, меня же абсолютно без опыта взяли. И когда я пришла на съемочную площадку, и первый раз мне сказали, камера, мотор начали, вот тогда я почувствовала что-то другое. Потому что находиться перед камерой, которая не снимает, допустим, войны или какие-то короткие видеоролики, а настоящий фильм, это волнительно было. Дебютировала. Думала о том, что после этого попаду в Голливуд прям завтра же. Ну, не то чтобы, но очень сильно ждала премьеру. Ну, потому что там была вся моя семья, и я, типа, очень сильно ждала, когда отец посмотрит фильм и скажет свой вердикт. И он сказал, я гружусь тобой. Ну, и все, в принципе, для этого я и пошла в фильм. Вот, душа моя успокоилась. А теперь я понимаю, что этот этап в моей жизни пройден. Да, если я дальше хочу продолжать карьеру актрисы, если будет хорошее продолжение, может быть. Потому что я очень в этом плане... Я не снимаюсь в кино для того, чтобы сняться. То есть я перечитываю сценарии, и, как видите, за год у меня только один фильм. Мне предлагали множество сериалов, которые мне абсолютно неинтересны. А я не буду сниматься в кино только для того, чтобы сняться. Нет. Ну, и тем более, все знают, что в кино, в Казахстане это только-только начинает развиваться. Я не знаю ни одного богатого актера, можно сказать. Я не побоюсь этого слова. Я не знаю ни одного богатого актера. Денег там мало. Там нет денег, честно говоря. Имеют деньги те, которые... Люди, которые снимают фильмы, но не которые снимаются в фильме. Для чего я пошла? Да потому что весь Казахстан-то посмотрел. Вот это нужно сделать первый шаг, чтобы тебя узнали, чтобы на тебя посмотрели, обратили внимание и знали, что, да, она, походу, актриса. Вот только для этого, чтобы меня увидели. Ну, а дальше, чтобы я прям строила карьеру актрисы, это под вопросом. Я кайфанула, да, я получила удовольствие перед камерой. А вот дальше я не знаю, нужно ли мне это. Я очень хотела бы попробовать себя именно в российском кино. Я не могу сказать то, что там актеры побогаче. Ну, почему я сейчас все свожу к деньгам? Нет, самое главное, не деньги. Но все же, почему я хотела бы сейчас попасть к российским режиссерам? Потому что мое личное мнение, что в России кинематограф на шаг вперед ушел. Я неправильно составила окончание. Ничего страшного, ну, вы поняли, вот. Получается, подписчики, вайны, фильмы, камера. А чем вы занимаетесь помимо этого? Помимо этого, ну, честно говоря, у нас семейный бизнес. Ничего серьезного, ничего особенного. Как обычно, мы семья, у нас есть свое дело, есть свое индивидуальное. Ну, в общем, мои родители индивидуальные предприниматели, у нас есть свое дело, которое связано с медициной. Вот. Я им помогаю, честно говоря. Ну, и не могу сказать то, что я вот, допустим, пятницу-субботу снимаю вайны, а с понедельника во пятницу сижу в офисе и помогаю им там с утра до вечера. На самом деле, моя работа отнимает достаточно много времени. Даже вот одна съемка, сколько это дает, забирает из сил и так далее. Сейчас самое главное, чем я занимаюсь, у меня есть контракт. Я являюсь лицом компании OG, которая мне не дает время на вертолю. Сидеть и думать, о, у меня свободное время, надо бы что-то поделать, помимо того, что я снимаю вайны. Много отнимает время, очень. А вот какой совет вы могли бы дать нашим зрителям, которые хотели бы, так же, как и вы, стать популярными в интернете, так как это сейчас очень актуально? Ну, во-первых, понимать, что там жизнь поинтереснее, да. А там жизнь поинтереснее, там будет она и поприбыльнее, может быть, чем на той работе раньше, где я работала. Ну, у каждой палки есть два конца, у каждой медали есть две стороны, там есть и куча минусов, и куча плюсов. Что я могу посоветовать? Во-первых, если что-то и начинать делать, то это надо делать, наверное, искренне. Ну, мне кажется, если человек, он будет верен себе, у него все получится. Ну, в общем, вот мой главный девиз по жизни – это быть, а не казаться. Вот, если человек… Я хочу посоветовать, чтобы люди были настоящими. Хочет он снимать, он хочет танцевать, он хочет петь, ради бога, пусть он это снимает, вот что, хоть красится, он волосы себе. Ради бога, но пусть он делает это только от своей души. Не копирует, допустим, не подражая кому-то, а вот что-то от себя. Вот, и если люди, мне кажется, поверят этому человеку, что, о, он такой искренний, круто, мне он нравится, мне кажется, на него быстрее подпишутся, чем человек будет что-то плагиатить, повторять. Вот, я так считаю. Ну, и напоследок, чтобы вы могли пожелать нашим зрителям? Я хочу вам пожелать, чтобы вы оставались собой. Никогда не слушайте людей, которые желают вам зла, вот. Ну, так как я публичный, наверное, человек, я каждый день сталкиваюсь с огромной волной негатива в свой адрес. И это нормально, вот. Всем нравится невозможно. Если вы что-то и делаете, то делайте это для себя, для души, потому что жизнь у нас одна, вот. И никогда не болейте, теплее одевайтесь. Скоро дожди будут, говорят, недельку. То теплее одевайтесь. Это была очень интересная беседа, спасибо вам за такие ценные советы. Спасибо вам. Да, они были настолько интересными, что я даже не мог сфокусироваться на следующем вопросе. Ой, спасибо, спасибо. И можно я тоже скажу, спасибо вам, что вы меня пригласили. Мне было очень легко с вами беседовать. С вами была рубрика «Личность», и в гостях у нас была Нагимуша, а также ее ведущие Давид и Джолатан. Мы желаем вам всегда оставаться искренними, и удачи вам. Всем удачи, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!